Девушки отдыхают Успехов вам в вашем нелегком труде, ну а мы постараемся, чтобы каждая минутка вашего отдыха была скрашена весельем и задором. Начать предлагаю прямо сейчас. Резина комбайна накапливает на себя тепло солнечных лучей, поэтому она может стареть и трескаться. Для этого колесо зерно-уборочного комбайна разгружается, ставится на подставку и обрабатывается просто побелкой. Механизаторы рассказали деревеньке, как сохранить селихозтехнику зимой, а также похвастались своими рационализаторскими способностями. А сейчас будет уникальный эксперимент специально для зрителей программы «Деревенька». В первый раз за всю историю существования зоосада нашу съемочную группу решили пустить в гости к самому Федору Михайловичу. Угощаем мишку витаминчиками, изучаем гастрономические предпочтения зубров и оленей, а также знакомимся с новыми обитателями Могилевского зоосада. Намного интереснее, когда ты меняешь обстановку. Это вельми текало, особенно с Лилией Федоровной. Мы каждый раз придумываем новые мероприятия. Необычные уроки мира в партизанской землянке. Путь держим в агрогородок Техтин. Белынические аграрии признаны лучшими в своем деле. За высокие достижения в агропромышленном комплексе район награжден переходящим кубком. Согласитесь, это и лестно, и ответственно одновременно. Ведь такому званию нужно и впредь соответствовать, а то кубок заберут. Ну а хозяйство-то молодцы. Например, Новая Друдь. Туда сейчас и отправимся. Этим малюткам, которые живут на молочно-товарном комплексе Техтин, отроду чуть больше двух недель. А посмотрите, сколько любопытства в этих глазах. А если вы с руки вот так покормите, то вы не возьмете? Он бы не езжал, он все сам по пальцам. Можешь как? В это время мама находится рядом. У нас на зимний стойловый период делаются отдельные рационы, в которые уходят сенаж, силос, сено, речь. Ну и, конечно, концентраты, которые выделяются в особым группам, кто на раздой, кто в запуске. Кто отдыхает, а кто отправился на раздойку. Свою корову Оля, естественно, дует руками. Здесь же установлено современное оборудование. Процесс механизированный, а вот отношение к буренкам как к родным. Здесь у меня одна корова грамота. Общую грамоту. Грамота. Она порвала, была соску в себе. И мы думали, что она запустится. Но я ее раздорила, не дала ее запуститься, не умащить, не пыталась. Мне в реакция сказала, я тебе дам грамоту, говорит. А вот и детский сад. Здесь обитают телята постарше. Именно сюда прямиком отправляется молоко от мам коров. Инна Николаевна, если я правильно поняла, каждому теленку 6 литров в день и не больше, правильно? Правильно. У каждого теленочка на шее висит чип. Он когда заходит в маму, регистрируется. Ну и вот ему выдается 3 литра утречком, 3 литра вечером. Но бывает и такое, что может какой-то теленок исхитрить. Один зайти зарегистрироваться, ну а второй, который шустрее зайти и выпить это молоко. Не одними на доме гордятся в новой друти. Вот, например, урожай картофеля тоже неплох, 310 центнеров с гектара. Бриз, скарб, живица, фольварок – все наши белорусские сорта. Приятно на Коля с сортом бриз заезжать. Он такой красивый сорт по ботве. А что касается товарного вида, то тоже товарный вид хороший, клубни протолговатые, пользуются спросом. Желтенькие они такие, да? Да, да. А вкусовые качества? Вкусовые качества хорошие. А сами что любите? Сам больше живица. Новая друдь – одно из сильных хозяйств Белонического района. Его вклад в общую сельскохозяйственную копилку достаточно большой. Так что аграрии новой друти так держать. А другие – берите пример. Готовься они летом, а телегу зимой. Именно по такому принципу живут сейчас хозяйства области. Сезон закончен, а значит технику надо приводить в порядок. Для механизаторов эта задача по силам. Более того, они не только за техникой успевают следить, но и внедряют в нее свои авторские разработки. Зерноуборочная техника одиноко стоит на мехдворе хозяйства «Круглянский рассвет». Ее зачехлили до следующего сезона. А вот этому погрузчику повезло меньше. У него отпуск не предусмотрен. Круглый год в строю по тому временам требуется помощь находчивых рационализаторов, таких как Василий. Тут просто произошла маленькая поломка, треснул металл, мы подбили его и обварили полностью. Вот здесь по сварке шоу. В основном он изнашивается, стирается полностью, для листинки. Мы вырезаем аккуратно все по шоу, аутогеном. А потом меряем по ширине, по длине, подложим его и провариваем. И вы это все сами придумали? Ну да, можно и так сказать. А вот еще одно местное изобретение. На сей раз отличился другой работник Алексей Хмелевский. Да, таким работникам и сложную технику доверить можно. А ее в круглянском рассвете, как видим, немало. А чтобы она исправно работала, за ней надо хорошо следить зимой особенно. Резина комбайна, она накапливает на себя тепло солнечных лучей. Поэтому она может стареть и трескаться. Для этого колесо зерно-уборочного комбайна разоружается, ставится на подставку и обрабатывается просто побелкой. То есть, в принципе, он не на земле сейчас стоит? Нет, не на земле, чтобы не было лишнего давления на колесо. Техника Григория Арсиновича, механизатора из хозяйства Говяды Агрошловского района, работает исправно. Но, как известно, у любой вещи есть свой срок годности. Дискатор «Барана». Вот летят подшипники, заменяем подшипники сейчас. И будет на линии покрашено, побелено. За своей техникой Григорий Степанович ухаживает сам, как и другие механизаторы. Стимул-то есть. За каждым механизатором, за каждым водителем не только самоходные комбайны, колесные, трактора, но и прицепная вся техника. За сохранность, за эксплуатацию хорошую доплачиваем деньги. Деревеньку заверили, что запчастей хватит на всех, потому к весенним полевым работам вся техника будет в полной боевой готовности. Вот подремонтируют аграрии свои трактора до комбайны, а потом отправятся в заслуженные отпуска. Ведь и людям, и машинам нужен отдых. На днях прочитала вот такую новость. В Нидерландах собираются вывезти идеальный помидор. Ученым предстоит сравнить, внимание, 150 сортов томатов по вкусу, форме, размеру и скорости созревания. Ну а после вывезти идеальный овощ. Интересно будет попробовать такую помидорку. Ну а пока давайте посмотрим другие новости. В Беларуси сократили буферную зону вокруг свинокомплексов. В личных подборьях, фермерских хозяйствах и индивидуальным предпринимателям запрещается содержать свиней в радиусе полукилометра от свиноводческих ферм и комплексов с производственной мощностью до 12 тысяч голов в год и в радиусе 2 километров от комплексов мощностью более 12 тысяч голов в год. Ранее буферная зона была в радиусе не менее 5 километров. Районные исполнительные комитеты имеют право устанавливать конкретные территории, в которых действует запрет содержания свиней. Областные власти призывают активнее вовлекать в хозоборот неиспользуемое госимущество насилия. Пустующие помещения можно как продавать, так и сдавать в аренду. А это те дополнительные средства, которые может получить местный бюджет. Пока с начала года вовлечено в хозоборот всего 134 объекта, а это только 54% от задания. Деревенька предупреждает, что выходить на берега водоемов в осенне-зимний период особенно опасно. Дело в том, что в это время берега водоемов становятся особенно скользкими. Понижение температуры ночью и утренние оттепели делают траву очень скользкой. И по ней очень опасно ходить. Так что будьте осторожны и повремените с рыбалкой. Как вы готовитесь к зимним холодам? Наверное, покупаете одежду потеплее, да обувь понадежнее. Но не только людям холодно зимой. Давайте-ка посмотрим, чем живут обитатели Могилевского зоосада в преддверии холодов. В зоосад деревенька приехала с утра пораньше, успели к завтраку. Учащиеся агролесотехнического колледжа как раз сформировали утренний рацион для зубров и оленей. Здесь, в данном случае, мука, смесь овса и чменя. Выдаем здесь по разу в день. Обычно по два мешка. Каждый. Вот на вот это поголовье. Очень нравится общаться с природой, с животными, ухаживать за ними, наблюдать за их повадками. Вот, как слышится, уже, я думаю, по голосам уже заканчивается у них период гона. Но ни одной мукой да овсом сыты парнокопытные. Для того, чтобы кормить оленей, нам понадобится осина, осиновая древесина. Бураки, бобовые, ячмени, пшеница и много чего другого еще. И все это они едят зимой, да? Все это они едят зимой, и мы стараемся им это дать. Ну что, покормим? Да, давайте. Джамаль и Атала вдвоем зимовать будут впервые. Хоть верблюды и любят тепло, работники зоосада уверяют, зимние холода им не страшны. Не так животные боятся холода, как боятся ветра. Поэтому нам очень самая главная преследуемая задача, чтобы у животных были помещения, которые не продавали свет. Ну и страусы, в принципе, так же, как и верблюды, у них тоже есть теплый дом. С двумя комнатами, с теплой столовой. Так что у них еще даже лучше помещение, чем у верблюдов. Так когда же придет зима? С этим вопросом отправляемся к местному синоптику Мишке Федору Михайловичу. А сейчас будет уникальный эксперимент специально для зрителей программы «Деревенька». В первый раз за всю историю существования зоосада нашу съемочную группу решили пустить в гости к самому Федору Михайловичу. Ну что ж, пойдемте посмотрим. Нужно быть аккуратным. У него реакция хорошая, лапы у него длинные, кофти крепкие. Все-таки он дружелюбный, наверное, да? Ну, достаточно, очень даже мягкий, потому что, смотрите, какой красивый. Как видим, медведь хоть и сонный, но в спячку впадать пока не собирается. Косолапого мы решили угостить витаминчиками. Как правильно это делать? Это нужно бросить туда вот через решетку, вот туда вот дальше в домик. Таким вот образом. Ну, быстро сейчас вот найдет, найдет. Дайм с вами, вот он своими коготками чистит. Потом он положит это на лапку и начнет слизывать. Кстати, есть в зоосаде и внештатные питомцы. Это наша кошка Катя. У нее есть два ребенка, котенка, кошка Марта и котик Дымок. Обратите внимание, какие у нее разные глазки. Голубоглазые и зеленоглазые. И этот далеко не все обитатели зоосады. И пусть они такие разные, кто рогатый, а кто с клювом, кто носит шерстяную шубу, а кто с перьями, всех их тут любят, холят и лелеют. Потому в такой дружной семье никакая зима не страшна. И все-таки хорошо медведю в зоосаде. Летом ешь, зимой спи. То ли дело высельчане. И в теплое время работни в проворот, да и в холода есть чем заняться. Итак, смотрим расписание в лунном календаре. 19 ноября, среда. Наводим порядок в подсобных помещениях и утепляем подвалы. Можно сеять зелень и высаживать луковичные цветы для зимней теплицы. 20 ноября, четверг, пришло время дезинфицировать зимние теплицы и заделывать в них щели. 21 ноября, пятница. Пересадка и деление комнатных растений. Черенкование комнатных кустарников. 22 ноября, суббота. В этот день от любых работ лучше воздержаться. 23 ноября, воскресенье. Хорошее время для подкормки комнатных растений. 24 ноября, понедельник. Рекомендуется посадки на семена. Рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями. 25 ноября, вторник. Посев шпината, выгонка петрушки, свеклы в зимней теплице или на подоконнике. Каждый уголок нашей страны по-своему интересен. А чтобы узнать побольше всего-то и надо, что отправиться в местный краеведческий музей. В Гореском побывала деревенька и вот что увидела. Начнем с того, что нам повезло. Буквально в день посещения в музее открылась яркая, необычная выставка. Неужели вот это машинная вышивка? Да, на самом деле вот такая вот мелкая строчка. Это машинная вышивка. Такие прекрасные работы делает наша горецкая мастерица Людмила Шип. Такие работы наша съемочная группа видела впервые. Очень позитивное, создающее настроение. Людмила Васильевна вышивает не только картины, но еще делает такие вот прекрасные салфетки. в стиле решелье. То есть это вышивка решелье? Да, решелье. Это тоже сделано на машинке. Красивое такое. Есть необычные кружева. Хотела бы научиться так вышивать. Конечно. По словам работников музея, такое кружево – вещь дорогостоящая. Впрочем, для желающих приобрести кассовый аппарат на готове с солидным столетним стажем. Это уникальный экспонат, который вы не встретите в других музеях Белоруссии. Есть только у нас в горках, поэтому приезжайте, посмотрите. Это кассовый аппарат, я так понимаю. Да, это кассовый аппарат, начало 20 века, американская фирма «Националь». И, кстати, действующий. Ну, пробьем, например, 300 рублей и, например, 43 копейки. И внимание вот сюда, вот на табло. Внимание на экран. 300 рублей и 43 копейки. И выдвигается ящичек, в котором находились монеты и банкноты. Кассовый аппарат очень тяжелый, чтобы похитители не могли унести его вместе с деньгами. А вот об этих экспонатах разговор особый. Ни для кого не секрет, что именно в горках находится старейший в стране аграрный вуз. И первый керамический дренаж в Российской империи был применен именно на болотистых сенокосах Горецкой земли. Такие огончарные трубки изготавливались здесь, в горках, на огончарном заводе. И впервые на Горецкой земле, вообще в Российской империи, был заложен такой дренаж, который состоял из именно вот таких вот керамических трубок. А, то есть вот эти вот трубки откачивали воду, я так понимаю, откуда-то? Так и было. Об экспонатах Горецкого музея можно рассказывать еще много интересного, но лучше самим приехать и увидеть. Только желательно весной, когда начнет набирать красоту главная достопримечательность горок – ботанический сад. Уже год в агрогородке Техтин Белынического района работает школа мира. Ребята называют себя миротворцами, пытаются понять, как сделать так, чтобы мир был во всем мире. Школьники помогают ветеранам, узнают их судьбы. Ну и, само собой, у них есть необычные уроки. На один из таких в партизанскую землянку, деревеньку и пригласили. Уже 70 год, как стрелы не чувствовать, как загаялись раны боевые, а в сердцах наших вечные огни горать. А б ты, кто ж эти молодые, не шкодовал, пошелши на войну. Гэй, Степка, пойдем дрона сечем, а то девчата-поварыхи казали, что на кухне ни полено не засталось. И пара, да там дом поднести, а бумашенька шевая голодными нас оставить. Оставим, еще яка ставлю. Гэй, девчата, фельдшера не бачили? Да где ты тут бегала? Катя! Сачки-туточки! Клубцы с гадания вернулись, Михаил, спорали. Не сомни, Игнать, а таманом будешь. По очереди ешьте. Так, самому раненому по воле наложим. Двойную порцию. И командир. Ой, как смачно! На такие необычные уроки мира ученики технической школы выезжают четыре раза в год. И как говорят сами ребята, без учительницы белорусского языка и литературы Лилии Шакура, эти уроки были бы не такими интересными. Намного интереснее, когда ты меняешь обстановку. Вось мы ездили у Шепелевича, да, женщины-миротворцы. И она нам рассказала много про свое минулое, как она вырытывала еврея, потому что у той час их знищали. Починают выучать историю, историю своей семьи. Поэтому дети сделали свой родовод. Дети доведались, что их прадеды в годы войны, какие лесы нападкают их прадеду, бабуль, дядуль. Мой прадед Степан. В честь его назвали меня, самолёв Степан. И он воевал на войне, побывал в концлагере. Дети жили без батьков, без мати. Как это просто не описать. Эти партизанские землянки местные жители обнаружили еще после войны. Сегодня за ними ухаживают школьники. Сложно, конечно, было вот эти брону, такие тяжелости носить. А вот когда начали восстанавливать, там внутри вообще невозможно было копать. Вот там грач была, глина, но мы пытались что-то делать, копали. Я думаю, что если мы будем знать много о прошлом, будем знать, как люди жили и чего им это стоило, мы сможем избежать каких-то ошибок в будущем. Техтинские школьники помнят свою историю и обещают сделать так, чтобы помнили и после них. А такие уроки мира стали для них самыми любимыми. Вот на такой мирной ноте мы сегодня с вами и расстаемся. А на прощание хочу пожелать вам мира. Мира в семье, мира с друзьями и вообще мира во всем мире. Но для этого каждый из нас должен хоть чуть-чуть постараться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова